Традиционная акция Республиканской общественной организации «Беларусь» по оказанию помощи в подготовке детей к новому учебному году проходит в Брестской области. Центром праздника стал Брестский кукольный театр, который собрал порядка 120 детей. И ни один ребенок не остался без внимания. И особенно те дети, которые больше всего в этом нуждаются. Беларусь всегда поддерживает ребят и в период летней здравительной кампании, и в зимние праздники, и, конечно, в подготовке к школе. Мы в очередной раз проводим свою акцию в школу с Белой Русью. Мы собрали здесь порядка 120 детей. Детей, которые сегодня сделают первый шаг во взрослую жизнь. Этот шаг для них и радостный, и напряженный, но в то же самое время мы делаем большие инвестиции в наших детей. И эти инвестиции нам некоторое время окупятся. Ведь чем умнее будут наши дети, тем лучше, светлее и прекраснее наша республика будет, и наше будущее будет проще. Маленькие школьники в рамках акции в школу с Белой Русью получили нужные подарки и наборы канцелярских принадлежностей, сладостей и шарик, чтобы новый учебный год точно прошел в радость. Ведь ни для кого не секрет, чтобы собрать ребенка в школу, требуется немало финансовых затрат. А собрать два и более становится зачастую сложно. Это уже успела на себе ощутить жительница из города спутника Жабенко Юлия Гусева. Собрать двух дочек, Надежду и Александру, нелегко. Обе хотят выглядеть на все сто. Это достаточно сложно, потому что дети растут, меняется мода, у каждого свои какие-то вкусовые привычки, характеры. Очень сложно. На самом деле сертификаты, которые нам тоже дает Белая Русь, это огромная поддержка в школе. В районе тысячи. Собрать у него ребенка. Это и рюкзаки, и тетради, и альбомы, и дополнительный вспомогательный материал по учебе. Заколочки, бантики, резиночки. Ну, как и все девочки, блузочки. Нас пригласили от Белой Руси в кукольный театр. Мы с удовольствием согласились, потому что девочки также принимали участие в новогодних два года подряд в представлениях. Мы очень довольны, что у нас есть такая возможность выбраться, провести время вместе, в хорошем коллективе. В семье Екатерины Ликунович воспитывается четверо дочек. Софья и Анжелика, Ева и Милана. И только одна из них – школьница. Маме еще только предстоит столкнуться с тем, что еще три доченьки скоро пойдут в первый класс. Сейчас пока еще планируем всех собрать. Готовимся идти на рынок школьный. Будем все приобретать, все белорусское. Очень рады, что нас пригласили в театр. Мы следим за разными мероприятиями, посещаем автопробеги. Участники автопробега в Белой Руси. Спасибо. Кульминацией акции в школу с Белоруссией стал спектакль «Приключения марта и мая». Такое душевное завершение мероприятия бесспорно поможет мальчишкам и девчонкам с легкостью отправиться в мир знаний уже 1 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok